И вот как, чем больше вам это не нравится, тем больше это доставляет нам удовольствия. Потому что к нашим девушкам, чеченкам, вы 160 миллионов подкатывать не будете. И вот то, что вы к ним подкатывать не будете, это обеспечивает вот этот 1 миллион. Представляешь? 1 миллион делает так, что 160 миллионов считают этих чеченок неприступными. Вот вы 160 миллионов соберитесь и сделайте так, чтобы чеченцы, вот этот миллион, так же и чеченцы и другие считали неприступными ваших девушек. В завершении эфира я еще хочу обратить внимание на нашего почитателя Карпенко. Это тот самый журналист из Украины, который очень любит записывать пафосные ролики с пленными кадыровцами, в которых он, пользуясь вот этим своим преимуществом на фоне пленного кадыровца, он очень любит упрекать всех нас. Он любит выплескивать всю свою желчь в отношении чеченского народа на этого, ну, в разговоре с этим пленным кадыровцем. Так вот, я, вы, наверное, видели, я записал ответ этому Карпенко. Он недоумевал, он вообще у нас, знаете, стал адвокатом у настолько ненавистных им русских людей. Вот он сидит с этим кадыровцем и задает ему вопрос, показывает ему видео, где там какой-то чеченец, какой-то отмороженный наподобие этого пленного, такой же дебил, пристает какой-то русской девушке. Он показывает это видео, потом показывает еще видео, где там какого-то, по-моему, армянина побили чеченцы, тоже из-за какой-то чеченки. И он говорит, вот вы, смотрите, очень важно, это вообще не в Украине происходит, все, что он показывает, происходит в России. И он говорит, почему, говорит, вы вот так себя ведете, почему вы можете приставать к русским девушкам, русские, значит, к вашим чеченкам приставать не могут. Мне вот интересно, вот тебя это почему волнует, ведь это не вопрос украинок, там же не стоит вопрос про украинцев. Ты же вроде бы воюешь с Россией, ненавидишь Россию, постоянно что-то там конкретно русских в чем-то винишь, упрекаешь. Но тут, когда вопрос коснулся чеченцев и русских, ты прям адвокатом стал у русских, тебя это лично задевает, что видите ли, русские, когда пытаются что-то там чеченки, значит, пристать, за это их наказывают. Чеченцы, когда пристают к русским, а вот их не наказывают. Вот почему недоумевает Карпенко, понимаете, вот это же, вот почему его это волнует? Потому что у него ненависть к нам, он нас не любит, это прям видно, он это скрыть не может. Так вот, я заметил, что после того, как я ему выложил этот ответ, Карпенко мой ответ у себя опубликовал на Телеграм-канале и опубликовал комментарии. Комментарии, которые, ну негативные в мой адрес написанные комментарии под этим видео. И, ну, по всей видимости, он ничего не написал, он просто это опубликовал, никак это не спроводил, это никакими своими комментариями. Но его посыл понятен, он как бы, он как бы показывает, вот смотрите, что он сказал, и вот что об этом думают, мол, люди. Вот люди его за это критикуют. Ну, типа, проиграл, я не знаю, что в его понимании. Так вот, Карпенко, я хочу тебе сказать, ты, видимо, ты меня очень сильно недооцениваешь, ты, видимо, с этими пленными кадыровцами дебилами общаешься, и поэтому ты, возможно, у тебя какое-то впечатление в целом сложилось, очень ложное о чеченцах. Если ты решил, что когда я записывал тебе этот ответ, я не знал, что будет там под комментариями, то ты очень серьезно ошибся. Смотри, Карпенко, простая математика. В России 140 с лишним, ну, население, 140 с лишним, 140 с лишним миллионов. Из них, ну, смело, давай отминусуем, допустим, 40 миллионов, да, скажем, точнее скажем, что 100 миллионов, например, это вот русские люди, допустим. Туда же еще где-то 20 миллионов, прибавь, это обрусевшие, те, кто изначально не были русские, но они сейчас вот полностью обрусевшие, 120 миллионов. Украина 40 с лишним миллионов, ну, округлим, 40. Вот когда я записывал это видео, я понимал, что 120 и 40, 160 миллионов человек не понравится то, что я говорю. Ты что, думаешь, я этого не понимал? Но я говорил это изначально, зная, что вам и ты в этом числе этих 160 миллионов, что вам всем это не понравится. И я это записал, выложил и не закрыл комментарий, потому что я хотел, чтобы вы там это писали. Понимаешь? А знаешь, почему, Карпенко? Чеченцев, ну, полтора миллиона официально нам заявляют, где-то там еще разбросаны. Давай, скажем, что миллион. Нас миллион, Карпенко. Вот вас всех, кто там негодует, кому не понравились мои слова, у вас 160, а нас миллион. Представляешь разницу? Ну, я знаю, что вот этот миллион, каждый из этого миллиона подпишется под тем, что я тебе там сказал. И мне важно, не для меня важен этот миллион. И плевать я не хотел на эти 160 миллионов. Поэтому сейчас я вам предлагаю еще столько же комментариев написать под этим видео. Они меня только радуют. И они радуют этот миллион, о котором я говорю. Вот этот миллион чеченцев, их радует, что вы негодуете по этому поводу. И вот чем больше вам это не нравится, тем больше это доставляет нам удовольствия. Потому что к нашим девушкам, к чеченкам, вы 160 миллионов подкатывать не будете. И вот то, что вы к ним подкатывать не будете, это обеспечивает вот этот один миллион. Представляешь? Один миллион делает так, что 160 миллионов считают этих чеченок неприступными. Вот вы 160 миллионов соберитесь и сделайте так, чтобы чеченцы, вот этот миллион, так же и чеченцы, и другие считали неприступными ваших девушек. А теперь для тех, кто, это чисто для Карпенко, смотрите, вы должны понимать, ребята, что для тех, кто приходит сюда с высокомерием, я умножаю высокомерие на 10, на 100 и возвращаю. Я специально говорю с ним высокомерно, потому что с ним надо так говорить. Да, я с ним высокомерен, я в упор не вижу его. Но для с нормальными людьми, которые, возможно, которые, возможно, просто не понимают что-то, которые хотят спросить, а почему так? Почему вот вы, вам можно, а нам нельзя? Смотрите, ребята, нам нельзя. И никто, нормальные люди, никто там, нигде к никому приставать не будет. Просто надо понимать, что у людей разное воспитание, это и в силу возраста, и в силу личных убеждений. Люди бывают разные. Но смотрите, что нам говорит Карпенко? Он говорит, почему вы можете, а к вам нельзя? Как будто вы, смотрите, чеченцы, они не выделяют никого, когда чеченцы не приемлют, чтобы чеченкам подкатывали там какие-то люди. Чеченцы ведь не выделяют, чеченцы говорят, русские не могут подкатывать, а вот, значит, испанцы могут. Нет, чеченцы говорят, никто не может. А Карпенко говорит нам, вы тоже не можете, значит, то есть он, там, где в целом вы считаете это допустимо, то есть вы говорите, допустим, давайте возьмем, для примера, русских людей. Русские люди, у них, ну, не считается у них чем-то нехорошим, когда русские девушки выходят замуж за нерусских, там, заводят какие-то отношения. Это обычное дело. И когда из этого, из всех тех людей, то есть все могут, получается, и ты говоришь, а вот именно вы, чеченцы, не можете, то это уже дискриминация, понимаешь? Почему это все могут, а чеченцы не могут? У чеченцев нет, чеченцы не дискриминируют, ни русских не дискриминируют, ни у украинцев, никого. Чеченцы говорят, никто не может. Никто. В этом нет дискриминации. Вот и вы скажите то же самое, и тогда не сможет, ни чеченец не сможет, ни дагестанец, никто другой не сможет заводить там какие-то отношения, приставать и так далее. Никто не сможет. Но если вы в целом считаете это нормальным, но теперь то, что вы считаете это нормальным, чеченцы не должны считать это нормальным, вы поймите. Вы сами измените свой подход к этому, и никаких проблем. Почему? Ведь еще вот смотрите, важный момент. К чеченкам нельзя приставать не потому, что вы для себя это решили. К чеченкам нельзя приставать, потому что мы так решили. Потому что за приставание к чеченкам следуют последствия. И вы, остерегаясь этих последствий, этого не делаете. Если вы не хотите, чтобы к вашим девушкам приставали, знакомились, там, сватались, тогда поступайте точно так же. Если это будет приводить к последствиям, то не будет подобной практики. Субтитры создавал DimaTorzok